...символом краха этой политики. Смотрите специальный репортаж Тимура Сиразиева из Тихова в прошлом города, где теперь наркотики и перестрелки часть повседневной жизни. Здесь нет безопасных мест. Это парковка около крупного супермаркета. Вот как выглядит автомобиль после того, как над ним поработали хулиганы. И это не единичный случай. Рядом еще одна машина с разбитыми стеклами. Парень подошел и расстрелял эту машину из пистолета. Это как в Чикаго. Стрельбой в Мальме не удивишь. Город теперь живет не по законам, по понятиям. Я не убью тебя просто так, без причины. Я могу убить тебя только если будет, за что. Без причины здесь жгут машины. Камера наблюдения и надпись на автополиция не помеха. В 2016-м в Мальме совершено 50 убийств и 80 покушений. Это столько же, сколько за предыдущие пять лет вместе взятых. О жертвах вооруженных грабежей здесь раньше слышали только в новостях. Теперь они сами жертвы. Кадры с камеры наблюдения магазина. Преступники в масках вооружены ножами. При нападении ранен продавец. Три парня забежали, забрали деньги. Это произошло очень быстро, но я это хорошо запомнил. До сих пор все перед глазами стоит. На прошлой неделе ограбили магазин электроники и автозаправку. Ее дважды. Вчера спокойный и уютный город. Сегодня зона повышенной опасности. Аннет Холмин живет в престижном районе. Недавно ее ограбили. Затем залезли еще в 12 домов. Это похоже на настоящую войну, но мы не знаем, какая это война. Грабят квартиры, полиция приезжает через 2-3 часа, потому что для них это не приоритет. И никто ничего не говорит. Все молчат, потому что боятся. Боятся, что все может повториться. Олаф теперь всегда носит газовый баллончик. Он согласился общаться только со спины и только дома. Люди, которые напали на него, живут рядом. В меня стреляли, били битами, угрожали убить, а мою соседку сверху ограбили бандиты с пистолетом. Женщине 64 года. Все это сделали мигранты-арабы. Криминальная волна накрыла Мальме после того, как город стал приютом для целой армии беженцев. В центре Мальмы маленький Багдад. Так называется этот район. Только на одной улице десятки магазинов и кафе с названиями на арабском языке. Шведская провинция стала местом притяжения для приезжих с Востока. По официальным данным, 43% населения города – мигранты. Из 322 тысяч жителей, 138 тысяч – мигранты. Когда приезжие решили заявить о себе, они вышли на демонстрацию. Шествие растянулось на километры. Приезжими заняты целые районы. Один из них – Розенгорд. На 10 жителей – 8 мигрантов. 63% – безработные. Здесь, в супермаркетах, шведов не видно. А эта школа в другом районе. Между собой дети общаются на арабском. Все в моем классе из других стран. Все они? Все. Сколько человек в классе? Нас 24 человека. Все они? Ни одного шведа? Я думаю, один или два. Город-сказка, город-мечта. В этот отдаленный уголок Швеции беженцы едут не случайно. Знают, их встретят по-королевски. Эта деревня в 80 километрах от Мяльмя. Только здесь находятся 4 пункта размещения беженцев. Один из них – в этом старинном особняке. Раньше здесь была школа. А теперь в этом доме живут 100 мигрантов. Кругом предупреждение. Наркотики запрещены. Оружие не носить. В комнатах по одному-два человека. Условия более чем комфортные. Мигранты на полном государственном обеспечении. Я слышал ото всех, что Швеция – хорошая страна для мигрантов. Самая лучшая. Шведы любят всех. Далли Диабате эмигрировал в Швецию в 60-х годах. Он тренер по боксу. Большинство воспитанников – мигранты. Далли учит их держать удар и выживать. Помогает адаптироваться. Те, кто едет сейчас, не признают местных обычаев и законов. И это корень всех бед. Считает Далли Диабате. Они ехали сюда от войны. И вместо того, чтобы забыть войну, они начинают ее против тех людей, которые с радостью их встретили. Ситуация вышла из-под контроля. Признают политики депутат консервативной партии потребовал ввести в городе комендантский час. Жители – за. Но вопрос, может ли полиция вас защитить – ответ один. Я так не считаю. Полиция ничего не может сделать. Мы обращались много раз. Говорили во дворе наркоманы. Они сказали – это же хорошо, что они там. Мы знаем зато, где они собираются. Туда, где хозяинчуют наркодилеры, полицейские приезжают редко. Это «ноу-гоу-зона», что значит «сюда ходить нельзя». Такое название району дали полицейские. То есть они официально признались – здесь с вами может произойти все, что угодно. И никто вас не спасет. Вы считаете это гетто? Я так думаю иногда. Почему? Правительство ничего не делает, чтобы интегрировать людей. Просто селит их всех вместе. Это ужасно. Посторонних здесь замечают издалека. Эй, убери камеру, не снимай. Включишь снова – проблемы. Идите, идите быстрее. Успокоить жителей попытался министр внутренних дел Швеции. Он был в Мальме в понедельник. Обещал навести порядок. Мы будем наказывать главарей банд за то, что они знали о готовящихся преступлениях, но не сообщали. Суды будут работать в Мальме 24 часа в сутки. А спецслужбы смогут прослуживать телефоны бандитов. И читать их сообщения в WhatsApp и Telegram. Подчиненные министра винят во всем руководство. Полицейские пишут в соцсетях, что их заставляют скрывать от общественности преступления, совершенные приезжими. А привлечь мигрантов к ответственности практически невозможно. Вот что я расследовал всю неделю. Изнасилование, жестокое изнасилование, рэкет, насилие против полицейских, наркотики, подозреваемые, Али Мохаммад, Махмуд, Мухаммед, Мохаммед Али и так далее. Половина подозреваемых без документов. А это означает, как правило, что они врут о себе. Эти преступления занимают 100% нашего времени. За это откровение полицейского обвинили в расизме, возбудили уголовное дело. Однако на этой неделе уже прокурор Мальме выступил с шокирующим заявлением. В городе действует подпольная система правосудия. Прокурор Мальме Пер Андерсон располагает информацией, что подозреваемые могут заплатить свидетелям полмиллиона крон. Это около 55 тысяч евро. И таким образом избежать наказания за убийство. Насилие породило новое насилие. В Мальме убили мигранта. Его подозревали в изнасиловании шведской девушки. Из-за отсутствия улик отпустили. Юношу застрелили у всех на глазах. Однако преступника найти не могут. Как правило, убивают преступников. У меня нет симпатии к ним. Нет симпатии к тому, что они делали. Это, конечно, трагедия, что человека убили. Но я могу понять, почему люди считают, что это хорошо, когда убивают человека. Противостояние нарастает. Проблемы все серьезнее. Частная электрокомпания отказалась работать в Мальме. Боятся за жизнь сотрудников. Кто может, покидает город. Вечерами жители стараются не выходить из дома. Радушные хозяева превратились в заложников своих гостей.